Всем привет! С вами Юля и канал BetSafe Прибалтика. И это мое новое шоу под каблуком. В этом выпуске я побываю в Эстонии, в Латвии и в Литве, где встречусь с легендарными личностями, которые расскажут нам, как зарождался футбол у них в стране. Ты в футболе, потому что ты его любишь всей душой, из-за того, что у тебя там друзья, из-за атмосферы. Я так подумала, почему бы и нет. Бегать умею, что-то с мячом тоже умею. Тогда и трава была зеленее, и тогда и техника была лучше. Мы не были никогда профессиональными командами. Это не наша проблема, наша. Нам надо смотреть на себя. Мам, привет. Слушай, такая дева. Меня выбрали лучшей. Надо поспорить, это женский или не женский. Эта дискуссия побольше должна быть. Сложно вообще работать со своей женой вместе, командовать ей. Беги и бей пиром. Пиром бей. Как ты вообще попала в женский футбол? Как тебя туда занесло? Как это? Ну, то есть, это так давно, наверное, было. Как это начиналось? Кто-то вас набирал или что? Ну, вот как, расскажи. Очень интересно. Начиналось вообще, в принципе, с детства. В прямом смысле, когда отец у меня был тренером и игроком сам. Отцы, да. Нас стали брать просто с собой в зал. Там, кроме футбольных мячей, баскетбольных мячей, игрушек не было. Мы разбивали в коридорах плафоны, убегали. Вот. И так, в принципе, в какой-то момент на одной тренировке, я помню, он меня просто позвал к себе. Мы были в зале. Просто начал со мной мяч пасоваться. Ну, как с игрушкой какой-то. Да, поиграться. С дочкой. И вдруг он смотрит, что что-то как-то получается. И вроде как бы нога правильно сама идет. То есть не то, что это как-то вот дано. Ну, да. Уже иногда бывает что-то такое. Что-то дано тебе, да? И он сказал, так, давай-ка мы сделаем так. Пошел, взял скамейку в зале. Давай, говорит, это, об скамейку попробуй. Даже он просто показал, чем даже бить. Он даже не то, что сказал. Он говорит, давай-ка вот эта щеточка, там, эта щеточка у нас там. Давай. Я думаю, ну что он мне такие легкие задания какие-то дает. Я что вообще? Я стою, трак. Трак так, правой, левой. Он смотрит так. А тебе, говорит, давай носочком. Первая тренировка. Давай носочком. А давай, говорит, этими внешними. Я говорю, давай внешними. Он говорит, так. Воскресенье. Я, говорит, делаю манную кашу, идем на поле. Я был начинающим тренер у мужиков. Кончил играть сам. Воскресенье. 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 Мои мести играли, у них тоже были дочери и они ходили сейчас на нашу тренировок с матрет, ну, с нами полица. И как-то, это рой мальчик тенумеет, осказал, что-то вае, возьми девушек тоже. А я живу ванаперну там много таких полей, ну, не таких, конечно, но, где можно было играть и мы там национали. И почти все были вот с этого маленького, не поселка, а старый, старый, старый перно, как это называется, дети оттуда. И потом пошли больше и больше и больше и начинали уже соревноваться. Я росла в Нарве, город Нарва, да. Там про женский футбол вообще мы не знали, даже ничего подобного. Для меня футбол это был как раз вот взрослые дяденьки, с которыми я наряду с отцом тренировалась. А сколько тебе лет было? Начинала я уже, по-моему, там, то ли 9-10, что-то такое. Но до этого как раз отец со мной просто каждые выходные мы выходили и просто играли во дворе. И иногда он просто индивидуально как-то занимался. То есть он и себя сам поддерживал как бы в форме и благодаря этому, скажем, я как-то вот держалась все эти годы. Ну и на протяжении, конечно, всего этого у меня, так как видов спорта таких игровых не было особо, а у нас легкая атлетика была в Нарве развита довольно-таки хорошо. И я пошла в легкую атлетику, потому что, ну, со школы меня заметили. И, скажем, вот эти два вида спорта, вот тренеру Борису Федоровичу Иванову я очень благодарна, который прощал мне все эти футбольные тренировки мои. И потом, конечно, когда я все-таки решила с легкой атлетикой попрощаться, когда в тот день я увидела, это мне было 14 лет, на стадионе Крингольм была очередная тренировка по легкой атлетике. Это было лето, очень красиво все, прекрасный день. Я смотрю, выходят девчонки на поле, а у нас это как раз было такое, ну, самое лучшее поле там в городе. Я смотрю, выходят, я не поверила своим глазам, я такая, не-не-не-не-не. И как раз я уже, у нас была тренировка по легкой атлетике, я помню, и у меня уже просто свербило, думаю, так, ну, когда тренировка закончится? Главное, чтобы у них не закончилось раньше, чем у меня, да. И я смотрю, они заканчивают вместе со мной, и я подхожу и говорю, что девчонки, а можно с вами как бы, ну, там, сыграть немножко? Хотя вы, там, один в один, там, или еще что-то. Ну, и как всегда, там, принимают в команду, как там, кто ты? Ты, да, вот это ты. Да, да. Ну, ладно, давай. Я тренировалась в легкой атлетике, и помню тренер Блумс подошел к нам и спросил, кто хочет играть в футбол. Ну, ну, я так подумала, почему бы и нет? Бегать умею, что-то с мячом тоже умею. Ну, и так вот началась, как бы, футбольная карьера. Ну, и не помню, был это с пацанами или только девчонки. Мы ездили, как бы, каждый год в этот, в Германию, и там играли вот какие-то турниры. Ну, вот, вот. Сколько тебе лет было, когда ты пришла в футбол? Примерно? Ну, примерно мне было где-то, ну, 15-16 могла быть. Ну, то есть такой уже возраст взрослый достаточно. Да, 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 да. Сначала таллинская команда, университет поступила учиться. Потом прекрасная пярмская команда, до которой пярмский футбольный клуб, которому я, Юрий Сарри, тоже просто очень благодарна, что он позволил мне там играть. Вот, и я играла там до конца, скажем, своей футбольной карьеры. В Перну. Да? Футбол вот тогда было «бей и беги». Да, и помню, вот у нас был тренер Лучинин, и он такой говорит, «Беги и бей пиром. Пиром бей». Ну, и так две моменты. Беги и бей. Так забило или нет? Конечно, конечно. Ну, тренер плохого не посоветует. Ну, да, ну, да. Женский футбол мне привел сам футбол. И, в принципе, тот семейный человек, который, с кем я сейчас живу, это жена, которая тоже играла, играет в футбол, играла в сборной. Это в женском футболе я, в принципе, да, десять лет назад. Десять лет назад, когда Латвийская футбольная федерация сделал конкурс на пост женской сборной главного тренера. И так выиграл в десятом году этот конкурс. И сейчас уже десять лет, десять лет, как руководжу сборную, слежу за юношескими сборными. И так работаем вместе все, вся женская большая футбольная семья. Ну, я в женский футбол попал в 2003 году. Мой друг по команде, где мы вместе играли, задумал сделать женскую команду футбольную. Пригласил девочек из Укмерги, из Тельщей. Там несколько было этих хоккейных тревей, которые играют. И в 2003 году стартовали как чисто футбольная команда женская. Раньше там играли хоккейские на треве футбол. Но так отдельной команды не было. А с 2003 года мы начали. Постепенно, уже восемнадцать лет, как мы играем. И быть тренером в Шауляе уже восемнадцать лет? Пока тренером. Пока. Юрга, как вы начинали свою футбольную карьеру? Я начала рано очень. Десять лет мне было. Конечно, играла с мальчишками, а потом в школе по физкультуре учительница пригласила. Вот так и начала. Да. А в Шауляй как попали? В университет как? Поступила? Поступила, да. Тренер первый в Шауляй. Вместе. Семь лет, мне кажется, вместе. Потом она ушла судить. Судить. Где вы судите? Какая у вас категория? ФИФА. ФИФА. Главный судья. Теперь главный. И перед этим ассистентка была. В детстве мне очень нравился этот вид спорта. Да. Как и у всех, наверное, я гоняла мячик с мальчиками во дворе. Но потом настал такой переломный момент. В 98-м году, если не ошибаюсь, в 97-м. У нас в школе были соревнования. Среди мальчиков и девочек по футболу. А потом наш тренер, учитель спорта, пригласил нас на латвийские соревнования. Собрали команду из девочек 5-6 классов, по-моему, если я не ошибаюсь. И мы поехали на свой первый турнир в Межапарк, где играли схожие команды из других школ. В принципе, это был такой мой первый опыт именно в командной игре среди девочек, среди школы. И мы, в принципе, показали довольно неплохой результат. И вот так началась мой путь в футболе, именно в школьном. Но если говорить потом о развитии, то именно на этом турнире, там было много разных съездов. Я познакомилась. На то время была одна из лучших команд, даже не одна из лучших, самая лучшая. Цереба 46-я средняя школа. Я познакомилась с девчонками из той команды, вернее, они познакомились со мной. Потому что на тот момент я играла в поле, немножко выделялась, потому что у меня были какие-то предыдущие навыки. Я играла с мальчиками. Они познакомились, какой-то завязался разговор. И однажды, сидя дома, раздался звонок. «Алло, Нина, мы там девочки из Цереба, мы сейчас придем». Нина была очень удивлена. В принципе, минут через 15 они пришли ко мне домой. Оказалось, что они были в моей школе. Узнали, кто такая Нина. Узнали мой телефон, мой адрес. И, в принципе, пришли и пригласили на первую тренировку уже в команду их, девичью команду. Я согласилась на такую авантюру, хотя по расстояниям это было очень-очень далеко. Чтобы добраться с моего района до района, где происходила тренировка, это занимало порядка двух часов. Ничего себе. Потому что мы на разных концах города находились. Ну и поехала на тренировку. В принципе, вот с тех пор я там и осталась. Как вообще вы взяли женский футбол, начали создавать в 2004 году? Что уже было? Какие женские команды уже были с вами? То есть против кого вы начинали играть? Были ли вообще соперники? Нет, ну были команды. В Укмерге были, в Вильнюсе две команды были. В Каунасе были. Все команды эти были. Много команд уже было? Да, было. У нас чемпионат 90-го года. В Каунасе начали. Потом в Вильнюсе были хорошие команды. Хорошие игроки были. Ну там, ну только знаете, тогда начало было после независимости. Но потом мы пришли. В сборной Эстонии вы работали в какой-то юношеской или национальной? Я работал юношкой, национальной сборной. Сколько лет, скажите, спросите, наверное. Я не помню, но много. Много лет, да? Пару лет и вторым тренером, потом главным тренером, потом снова какое-то время вторым тренером. И юноши тоже тренировали. В 2010 году выиграл этот конкурс и начал тренировать женскую сборную. И закрепился так, что до сих пор работаешь? 10 лет? Да, 10 лет. Это достаточно много. Но, конечно, скачки были и вверх, и вниз, но… Не хотели убрать? Никогда? Я пережил уже, по-моему, два конкурса. За 10 лет было еще два конкурса, где мне надо было стартовать и доказать свою силу, наверное. Сборная Литвы, расскажите, вы работаете там главным тренером. Сколько лет вы там работаете уже? Тоже много. Уже 16. Уже давно надо было заменить. Не знаю, почему это не происходит. Но результаты не очень. Это потому, что мы раньше не участвовали в отборочных. Вот с этого года только начали. Главные игры были. Это отборочные группы там такие. И потом прибалтийские чемпионаты. Эти прибалтийские чемпионаты почти всегда. Доминировала Эстония. Сейчас Латвия. Ну, мы тоже были там в два раза победителями. А так в основном всегда занимали второе место. Такая карьера. Юрга, вы играли в сборной? Да. На какой позиции? Тренер, где я играла? Она была вратарь, защитник, нападающий. Везде. Универсал. Ну да, где надо. В сборной так и я… Больше вратарь. В воротах, да. А где больше нравилось? Конечно там. Воротах? Нет. Нападение? Да. Эти первые бальтийские турниры, которые были месту клубами и месту спорноми. Ну, я был… Наверное, я могу сказать, что один из организаторов. С вашими… Вильнис, Клевинс и… Да, да, да. Вольтемар… Браунс. Вольтемарас Браунс был. И из Литвы были тоже, которые занимались. И мы начинали все это. Угу. Все эти балтийские… Да, да. Кубки, да. Расскажи, как вообще зародился женский футбол в Латвии? С чего все начиналось? Ну, это, конечно, это было давным-давно… Сколько давно? В 1989 году, тогда еще физкультурный институт был в Риге. Там начались тренировки. И тренер Рожков был такой, который начал тренировать, собрать девушек и тренировать их. Они играли и под одним названием, но потом переменялись на команду РАФ в 90-е годы. И стартовались и в Латвийском чемпионате, и в Советском чемпионате, как бы, и в НВС чемпионате. И, в принципе, да, там и был тренер из Лепа. И тренер Лукин тренировал тоже эту команду РАФ женщин. Интересно. И также был знаменитый тренер Сервин, который был в Алмире. И он был и в штабе женской сборной, когда они создавали эту женскую сборную, большую команду. Ну, в принципе, это была основа из команды РАФ. Да, и так в 90-е годы появился женский футбол. В этой команде тоже была интересная история, что их собрали, в принципе, из других спортвидов. И в команде тоже были другие женщины из других стран. Украина, Литва. РАФ, да? Да, РАФ, да. Да, да. Но знаменитые, в принципе, такие сильнее, которые остались потом в женском футболе. Это Татьяна Шалимова и Ольга Жмака, которые играли. И потом и тренировали сборных, и команд, клубных команд, да. И до сих пор работает. Как изменился женский футбол? Вот от начала ты начинала, и вот сейчас какой он? Вот насколько изменился, прогрессировал или, наоборот, регрессировал? То есть уровень сам повысился, понизился. Как ты это видишь? Знаешь, вот я не могу сказать о том, что… Как вот это сравнение, да, что там повысился, там понизился. Да. Все циклично. Абсолютно все циклично в жизни. Если… Мы не можем тоже сравнивать с чем, что было, потому что мы помним, вот тогда и трава была зеленее, и тогда и техника была лучше. Я думаю, очень большие, потому что и игроки, я помню, у нас было как бы очень мало девчонок, которые вообще занимались футболом. Сейчас это куча, как бы, да, очень много. И юный, и сам, ну, маленький сейчас. По всему возрасту они, да. И сколько я вижу, потому что у меня дочка тоже играет, да. И, ну, технический он уже, и с такими, ну, как бы, ну, квалатитивный уже становится. Не то, что, как бы, у нас было. Тактически? И тактически, конечно, да. Потому что я как бы особо не помню, чтобы у нас были такие тренировки, какие они сейчас, да. С тактикой, ну, с какими-то. Ну, было какое-то, да, там, защитник, полузащитник, да, и, ну, ну, совсем другое. По-другому, да? Да, 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 да. Многое, что изменилось, побольше игроков стало, этих, побольше игроков, которые, ну, уже школу с детства имеют. И у них чемпионат есть. Да, и у них чемпионаты уже есть. Мы, так кажется, что идем вперед. В начале, когда я начал тренировать, там, некоторые могли там технические элементы сделать правильно. У меня уже это как победа была. А сейчас уже требуешь от них тактических всяких вариантов и так далее. Но спросят, почему, если вы так хорошо играете, идете вперед, почему вы, ну, не выиграете там со сборной? Ну, потому что другие тоже идут вперед. И если мы шаг делаем, они два шага делают. Юрга, а на ваш взгляд, что изменилось в женском футболе? Вот вы сама как игрок, вот вы играли, а сейчас вы смотрите со стороны, что поменялось? Да, я начала вот 10 лет. Ну, 12 я уже играла нормальный футбол. Но я играла, они… Ну, не с… Не с… Не с… Не с… Не с… Не с… Не со своей возрастом, а повыше. Да, я играла повыше. А теперь они могут играть… И если им 12, они могут тоже так играть. Играют с 12-летними? Да. Да, да. Вот это уже… Что у них есть свой чемпионат, да? Плюс. Да, да, да. Что раньше такого не было? Нет. Теперь женский футбол. Высшая лига, первая лига, там молодежь играет. Этого не было. Теперь есть. Угу. Ну, конечно, можно сказать, что надо больше как-то… Погорбослить у вас футболы. Уважение больше… Уважение… Уважение к женщинам. Да. Уважение к женщинам. Да. Как было… А, это мужской футбол… Никому не интересно, да? Ну… Гентер, как вот играет, так и есть. А если другая команда все вляет, так здесь не будет много людей, никто… Ну, вот так. Ну, я скажу, что уже это мнение меняется. Ну… Понемножку меняется. И федерация меняется, и так у людей меняется. Знаете, говорите, это не женский вид спорта, но я говорю, когда женственно боксом занимается, это женский? Да. Это тоже не женский? Да. А еще надо поспорить, это женский или не женский. Эта дискуссия побольше должна быть. Согласна. Вы единственный сильный клуб в Прибалтике, у которых очень много легионеров. То есть, я думаю, это тоже очень большие изменения в плане футбола в Прибалтике. Потому что ни у каких в Латвии сильных клубов в Эстонии у них легионеров практически нет. Как вы к этому пришли? Это все зависит от целей клуба, от целей федерации. Мы берем легионеры, потому что мы хотим повыше пойти со своими. Ну, так, как сказать, ну, очень высоко не пойдешь, но тут должен быть баланс. Если баланса нет, тогда тоже не очень хорошо. Ну, то есть, вы хотите пытаться бороться за Лигу чемпионов, я понимаю? Ну, выйти дальше, как вы выходили? Ну, да. Мы три раза уже выходили. Выходили до одной восьмой финала, играли с Барселоной, с Барамбю. Хорошие игры были. И наша цель, ну, в этом году, может, не знаю, но повторить это, если будет возможность выше пойти еще. Он прогрессировал некоторых моментов, конечно, и количество игроков, и команд, которые начинают играть в чемпионате. Вот это приятно смотреть. Но здесь, да, конечно, появилась техника сейчас уже у девушек, и мышление игры. Но есть над чем еще, еще, еще работать. Ты, как руководитель по развитию женского футбола, точно мне должна очень хорошо ответить на этот вопрос. Как изменился футбол за весь этот период твой? Вот как он изменился? Ты сама этим занимаешься? Ну, это такой каверзный вопрос, если смотреть на футбол глазами ребенка и того человека, который играл в футбол именно, там, десять лет назад. Ты не замечаешь каких-то организационных моментов. Ты в футболе, потому что ты его любишь всей душой, из-за того, что у тебя там друзья, из-за атмосферы, из-за каких-то результатов, из-за того, что просто он тебе нравится. Но, конечно же, играли мы и на картофельных полях, да, играли мы и в разных условиях, но тогда ты этого не замечаешь. В тренировочные условия мы приезжали на базу Вэтсенграис, где у нас было такое, можно сказать, зеленое поле, была рядом галька, еще у нас была, мы называли это опушкой, потому что там, в принципе, был такой чернозем и вокруг деревья. И вот на этой опушке мы тренировались. То есть в тренировочные условия у меня были два дерева, да, два дерева, за спиной какая-то железяка. И вот там, в принципе, я оттачивала свое вратарское мастерство. То есть, по сути, ворот в таком доступном доступе каждой тренировки у нас никогда не было. Поэтому, безусловно, ресурсы и условия в командах, которые сейчас занимаются женским и девичьим футболом, они стали лучше. То есть тренировочные базы улучшились, да, стадионов стало больше и атмосфера вокруг этого футбола, женского футбола, она стала лучше. И больше возможностей. Раньше таких возможностей не было. Ваше мнение о женском футболе в соседних странах, то есть Латвии, Литва, как вы можете сравнить с Эстонией? Как-то мы начинали, мы были самые, но мы были моложе. Мы были моложе, может быть, пять, даже больше лет. Мой пройграрий и все обрадавали, мои пройграрии и все обрадавали. В основном, я был палق, И я ищу помню в Латвии, паркет и пресли, как странчайники. А улс и помню, как тоани были. И когда люди смотрели, сколько у вас командар, это всё идёт, и поспит, и поздавали меня. Лучше и... Но потом как-то равнялись. Первые политические турниры мы ещё не выиграли на спорных. А потом мы начинали выиграть какое-то время. Потом это пошло так, что... Но мы более-менее ровные. Ровные, да? Более-менее ровные. Как бы сравнить мне особо... По-эстански футбол знаю Марковкина. По сравнению... Ты играла в сборной. Как это всё проходило? Они были сильнее? Как какой год? Я помню разный. Когда-то мы выиграли Кубок Балтии. Когда-то эстонцы, когда-то литовцы. Но это всё время менялось. Юные игроки менялись. И поэтому... Я думаю, что уровень этих Балтийских стран... Ну, как бы... На одном как бы... На одном, да. Сначала Литва, потом Латвия, потом Эстония. Потом в это время Литва там набирает молодёжь. Латвия набирает там, да? Да, 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 да. То есть... И так же вот, если посмотреть, например, там, как мы играли в чемпионаты тоже же, ведь никогда не было понятно, кто выиграет, например, Балтийский турнир в своё время, когда у нас. То есть Литва, Латвия, Эстония. Мы приезжали. Всегда была какая-то борьба. Кто выигрывал, кто проигрывал. Там один... Это... Это всё понятно. Всё циклично. Так я скажу, в Латвии есть качественные игроки. И там Оля Шевцова, и там Карлина, и есть качественные игроки. Есть тренер нормальный сейчас. Они как и доминировали последние три года. Но клубы так как... Это... Один раз вот, например, берём 15-17, один раз мы лучше, другие раз они лучше, другой, третий раз эстонцы. Вот так и меняемся. Но я думаю, что наш уровень почти одинаковый. Потому что при Балтийской, когда бывают игры, мы там выиграем 2-1, 3-1, проигрываем 2-1, 3-1. Ну, так... Я думаю, что он одинаковый. В Эстонии поровнее все игроки. Там таких, когда Морковкина была, то было повыше. Там как лидер был большой. Морковкина. Морковкина, да. А сейчас так команда поровнее. Трудно что-то ей выдалить. У нас... У нас то же самое. У нас... Ну... Тоже есть игроки. Ну, такие тоже поровнее. Там есть одна... Люция сейчас в Испанию поехала в первую лигу. Играла высшей, пыталась. Потом есть и у нас в команде молодые. Неплохие. Но, может, их не хватает, чтобы достичь хорошего результата. У нас есть уникальность такая, что у нас в каждой сборной, в каждом возрасте есть такие девушки, которые есть маленькие такие звездочки. Которые можно одни, вдвоем решить игру. И это большой плюс у нас. Конечно, если мы смотрим Эстонию, там, в принципе, есть такой веще среднего уровня, да, команда, которая, ну, в одном уровне. Но у них нет такого вот звездочки, да. У Литвы, опять, там другой вариант, что есть одна команда Гинтра, которая вместе играет по большому шоту. Но там другие проблемы, опять. Ну, это не наши. У них много легионеров. У них не играют там самые лучшие литовки. Ну, это не наша проблема. Это не наша проблема. Нам надо смотреть на себя, на свои плюсы и их использовать. Да, и потому я рад. Что нужно сделать, как нужно тренироваться, чтобы быть лучшей? Что нужно сделать, чтобы быть лидером в своем клубе, в сборной лидером? Что ты делала для этого? Ну, я даже не знаю. Надо любить игру, надо любить футбол. И это уже остальное, ну, сам по себе, я думаю, идет это характер человека, да. Быть лидером. Ну, не знаю. Вот. Надо любить футбол. Тебя считают легендарным игроком в Эстонии, да? Ну, как? Я других не знаю, вот, чтобы вот услышать такое. Что-то ты получала за то, что ты играла? Какие-то деньги, премии. Ну, на самом деле, мне кажется, женский футбол – это такое хобби. И отдаваться 100% ему, то есть, если тебе за это еще не платят. Ну, то есть, им все время еще говорят, да, это все не женское дело. Бросай, бросай, бросай. Зачем ты этим занимаешься? Постоянно же в округе все это, ну, вот, всегда так. Все говорят, зачем это, кому надо, не интересно, не смотрите. Вот это как раз и называется фанатизм с любовью. Угу. На протяжении все, например, я конкретный пример приведу. Иду после очередного награждения, когда получила третий или четвертый раз приз «Лучший футболистский Эстонии». Дали, ну, тогда на память давали просто, ну, какую-то статуэтку, там, или еще тарелочку, там, или часики, там, или еще что-то такое. Ну, памятное. Памятное, то есть, да, тоже что-то памятное такое. Ну, вот. Я счастливая при радости, думаю, для меня, да, титул супер вообще. Конечно. Заню маме. Мам, привет, слушай, такая небо. Меня выбрали там лучшей. Она такая, что тебе дали за это? Я говорю, ну, как что дали? Я говорю, там, тарелочку дали. Она такая, ну, ясно. Ну, говорит, что, продашь себе тарелочку или что-то? Сейчас уже официально там, например, там договоры делают с женским футболом уже на уровне. Ну, да, конечно. Если мы говорим там про Вольсбург или еще что-то, когда мы, шикарная возможность была с ними играть в 2013 году, да, здесь как раз на этом же стадионе. Они, да, проиграли. Я не спорю, но они в том году, они выиграли Лигу чемпионов. То есть мы, я могу сказать, что все снимаем. В жизни, да. В жизни все сделано, все прошло, все проиграли там-сям. Вот. И у нас была просто замечательная возможность с ними пообщаться на простом уровне. Вот так вот, да. И мы спрашивали, то есть первый вопрос единственный был, что как вы вообще живете? То есть это ваша работа или... Да, да, да. То есть когда мы им сказали, что мы после работы приехали с вами играть, они... Они сказали, какой работа это? Вы сейчас про какую работу говорите? Про тренировку говорите? Да, про тренировку говорите. Мы говорим, не-не-не, у нас там сейчас это, с работы там сейчас еще подъедут вот это. Они говорят, это как вообще? И мы спрашиваем, что там Нила Фишер, Александра Поп. Да, да, да. Они говорят, ребята, у нас каждый месяц мы выбираем машину Вольцваген, на которой мы хотим ездить. Нам делают номера, туда вот так вот, да. И зарплата начинается, то есть там у них ступенчатая зарплата. То есть когда ты приходишь, это от 8 тысяч евро. Мы говорим просто о таких деньгах. И топ там уже более 12 тысяч. То есть сейчас мы можем говорить уже о том, что реально можно заработать, скажем. Да, да, да. Но ты должен тогда закрыть дверь к своему здоровью, да? То есть когда ты... К семье, в принципе. Да, да. Когда мы говорим о профессиональном, профессиональном спорте, мы закрываем дверь всему остальному. То есть ты не должен уже потом говорить, у меня там что-то болит. Ты должен отдавать себе отчет. Юрга, вы получали за женский футбол деньги? Зарплату была у вас? Вот вы получили первый раз зарплату или не было такого? Да. Что вы купили? Нет, я жила просто уже. Я была не студентка. Так надо жить. Или я сказала, или я иду работать. И тогда я не буду играть. Сколько вы хотите. Ну и тогда вот это будет... Было так. А потом начала надо жить. Конечно, за эту зарплату, ну, не можешь нормально. Надо работу. Тогда я начала судить. Трудно ли вообще заставить девушек, женщин играть в футбол? Им за это особо ничего не платят? То есть их надо мотивировать, заставлять постоянно? Или это у них само приходит? И сколько я в сборной, и сколько я радуюсь. И не могу перестать радоваться в этом, что девушки вышли на поле. И они отдаст все, что у них есть. Они не будут играть в театр, и падать, и лежать на поле. Но они будут играть вот эти 90 или 120 минут. И они будут играть в футбол. Будут себя отдавать. Вот это самое качество, которое я люблю. И все отмечают тоже, когда мы говорим о женском футболе. Что борются все время до конца. До конца, конечно. Отчаянные такие. Ну, да. Но это любовь. Это любовь. Это не сдаются они. И хобби. Я говорю, есть девчонка, которая с футболом живет каждый день. Сложно вообще работать со своей женой вместе? Командовать ей? Как это происходит вообще? Ну, эмоционально. Мне кажется, сложновато. И дома из-за этого ссор не бывает? Нет. Бывают романтические вечера по средам, когда рассмотрим Лигу чемпионов. Кто, по вашему мнению, является самым сильным игроком в истории женского футбола в Прибалтике? Да. Да. Ольга Шевцова. Ольга Шевцова. И она играла у нас пять лет. Да. Она была семнадцать лет, когда прислана с командой. И когда родила сын. Тогда уже трудно было вернуться сюда. Маленький ребенок. Ну, раньше в Латвии были такие игроки, как Ольга Шмака, Татьяна Шалимова. Точно. А Эстония... Ну, конечно, Анастасия Марковкина. И я думаю, что при Балтике самый лучший ворота реализма, то есть эстонка. Конечно, хочется и сказать свою точь, но это не солидно. Вы ничего говорите? А это же ваше мнение? Можете это сказать? Она тоже такая ведущая была. И в Эстонии были такие ровные игроки. Если смотреть какой-то наш латвийский контекст, я начинала играть с такими игроками. Да, это мой тренер уважаемый, которым я всегда буду благодарна. Татьяна Шалимова, сейчас Татьяна Петрова, Ольга Жмака, Александра Безменова. Такие фамилии, которые играли в знаменитой команды RAF, Наталья Алексеева. И мне посчастливилось застать именно такой момент. Я играла вместе с ними, такая маленькая 14-летняя девочка. Выходила на поле и кричала, тетя Таня, тетя Оля. И для меня это такой был диссонанс. Я, в принципе, стоя на воротах, играя в рамки, я не особо понимала, как к ним обращаться. Потому что, выходя за поле, в принципе, это женщина. Твой тренер, которая намного у тебя старше. А на поле ты кричишь, тетя Оля. Поэтому они такие примеры именно трудолюбия в футболе. Что можно и начинать в футбол играть поздно и достичь очень хороших результатов. Эти фамилии, в принципе, такие громкие. Всегда будут их помнить. Но если говорить о каком-то самом сильном игроке за всю вот этот период, отрезок времени... Ну, вратарь все знают. У нас была Лена Перлушина, когда я начинала играть в воротах. Она была мой тренер. Я равнялась на нее. Я всегда хотела быть такой же смелой, такой же отважной, такой же уверенной, как она. И вот, в принципе, она меня обучала. Но если сравнивать вообще, на мой взгляд, все равно детские воспоминания, они такие самые искренние. Я всегда запомню, хоть этот игрок намного младше мне, но я всегда запомню эту маленькую девочку с длинной косой, которая играла в сконто. Ее тренировал Владимир Беляев, тренер. Да, это Ольга Иванова. Сейчас Ольга Шевцова. Я прошла с ней длинный путь, я намного ее старше. Но я видела, какая-то маленькая девочка начинала свои первые шаги в футболе с мальчиками, где она была лучшим игроком уже на тот момент. И я считаю, что до сих пор, если брать все компоненты футбола, то есть скорость понимания игры Ольга, ну, для меня та маленькая девочка из детства остается таким эталоном именно футбола здесь, в Латвии, что на данный момент она выделяется из всех. Она сейчас играет за рубежом. Конечно, есть молодые игроки, Каролина Миксен и так далее. Но Каролина, пусть не обидится всех, кого не назвала, их много. Если говорить о контексте Балтии, ну, безусловно, это Настя Марковкина. Мы все начинали вместе, я тоже помню. Я младше ее, но помню. Маленькая девочка, я смотрела, ее знали все в Балтии. На литовском уровне, опять же, вратарь Юргита Мачкунита. Мы играли с ней в одной команде в Литве, и она была таким многофункциональным игроком. Она могла спокойно заменить вратаря на воротах, играть там очень уверенно, и она прекрасно играла в поле. И Райма, Раймонда Кудзита, да, тоже такое громкое имя в литовском футболе. И, наверное, еще называла Ястина Лавриновайта, да, моя хорошая подруга. Тоже прошла такой длинный путь в футболе и была достаточно успешной в сборной, один из лидеров. Вот это те имена, которые остались у меня в памяти с тех лет, когда я начала играть. Лучше вот так назвать, это вообще трудно, потому что каждый человек уникальный по себе, да. Одному плюсы скорости, техника, там, я не знаю, другому, ну, разные качества, да. Когда я начинала, помню, это первый Балтийский турнир, который у нас был, когда я проходил как раз в Эстонии. Я пришла тогда маленькой девочкой, как раз вообще первый раз увидела вообще уровень сборной и все такое. То мне запомнились с Латвии две девушки. На тот момент. Ну, на тот момент, да. Я не знаю, сколько им лет сейчас, и мы не будем на камеру это говорить. Это Ольга Жмак. Жмака, да. Жмака, да. И Татьяна Шалимова. Да, Ольга Жмак и Татьяна Шалимова. Сейчас тренерами в Рижской футбольной школе работают. Замечательно, прекрасно. А почему, помню, я пришла маленькой девочкой тогда, первый раз. Мы, по-моему, вот я точно не помню, можно посмотреть просто статистику. Как мы сыграли с ними вообще. Но они мне простить не могли тогда, что я была маленькая такая и быстрая. Юркая, быстрая. Да, да. И я помню просто их вид. Особенно Татьяна тогда я помню. Я ее даже боялась вообще. Просто думаю, потому что я быстрая какая. Вот. И я считаю, что вот они бросались. Ну, поэтому мне вот в памяти просто, потому что я против них играла лично. То есть и литовская сборная хочу выделить Ингрида. Ингрида. Да. Ингрида. Фантастическая тоже. И в защите тоже отрабатывала все эти. Но перед ними вообще снимаю шляпу. Сейчас насчет Литвы я могу выделить только сейчас вратаря, но я не видела их уже. Давно, да? Давно, да. То есть не помню, как зовут девочку. Гретта, может быть? Да. Она в Гинтре. Да, да, да. Да. Прекрасный, да. Прекрасный вратарь, скажем. Ну и, конечно, сейчас, на мой взгляд, по футболу, по уровню футбола, по уровню подготовки, скажем, Латвия, она немножко впереди. И Литвы, скажем, и Эстонии. Эстония набирает еще только ход. Я вот, скажем, локомотив такой еще только вот подрастает, да, скажем. Ну, то есть я знаю, что у нас очень хорошее поколение растет, но они сейчас как раз еще на уровне У-17 сборной. То есть пару лет посмотрим. А сейчас, конечно, топ при Балтике это сборная Латвии. Там, где как раз в составе Оли Ивановой. Шевцовой. Шевцовой сейчас, правильно. Шевцовой. Шевцовой. Миксона. Карлина Миксона. Карлина. Да. Да. Потом Сандра. Войтона. Да. Я говорю, что вот или фамилия, или имя, да? Да, да. Расскажите какой-нибудь смешной момент из вашего футбола или самый ярко запоминающийся матч, что-то интересное. Ну, так, если самый запоминающий матч, как это, наверное, с Бромбю дома. Нет, ну, конечно, с Барселоной. Когда пришли много людей, не было билетов, такого в женском футболе у нас не было. Этот стадион не вмещал людей. Ставили… Как команда прилетела со своим… Да. Со своим самолетом и так далее, так далее. Да. Это Барселона. Конечно, этот результат нас не радовал. Мы проиграли. Потом один там курьез был, когда столкнулись наши три игроки. Обороты пустые были. И мы не забили гол. Это вся Европа посмотрела. Все смеются. Но, как говорится, реклама есть и хорошая, и плохая. Это, наверное, всегда будет. Если про игру какую-то там качественную, которую мы очень сыграли хорошо, так я отметил бы две игры. Первую игру это с Бромбю в 2014 году, когда мы здесь 2-0 выиграли. Там очень была сплоченная команда. Очень хорошая, ну, выполняли тактические варианты. И у такой команды выиграть 2-0, это, я думаю, было достижение. И потом мы очень хорошую игру, наверное, самую качественную игру сыграли. Это даже не вторым номером играли, а первым в Швейцарии. Когда швейцарцы здесь выиграли 1-1, и они уже были... Они сказали, что решится все в Швейцарии. Да, Швейцарии решились. Решилось, но только они не выиграли, а мы выиграли. И там была очень хорошая игра по качеству. Вот эти две игры мне запомнились. А курьезных игр тоже было достаточно. Всех не вспомнишь. Интересно было много. И, конечно, это было очень здорово. Наса команда 8 лет патриатвы играл. Чемпионские. 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 И выиграли. По всей Европе, я хотел напомнить. Чемпионские. Потом мы играли. Вольфбург. Чемпионские. В каждой год. У нас есть сильный командов Европы. Мы играли в Таллине. Наслили в Коке. И у них проиграли очень сильно. Даже не хочется сказать, сколько. 13 и 14-0. Ну, конечно, там такие звезды. И я думал, что... Мы в Эстонии тоже так выиграли многих команд. И думал, что как трудно тренерам, если такой проигрыш будет. Но они были очень сильные. Они чисто профессиональные. А мы не были никогда профессиональными командами. Пару лет назад я помню... Балтийская лига или что? Да, Бальтийская лига. Мы играли. И там участие принимала с Белоруссии команда. Минская? Женская тоже. И вот матч с ними... Мне как бы так эмоционально... Там такой трудный. Потому что там... Ну, с такими игроками я встречалась впервые. Они как бы как машины, да? Вот я просто... Вот помню, у меня игрок был, который надо было играть с ними. Ну, это вообще монстр такой, да? Ну, вот такой поэмоционально. Если говорить о каком-то таком футбольном моменте, ну, наверное, период игры в Гинтри, да, там, университет литовской команде, где мы первый год играли с такими грандами, как «Звезда» 2005 Пермь. И в тот год она... Эта команда играла в финале... Теперь это Лига чемпионов женская. В финале против немецкого «Дайсбурга». То есть играла с такими звездами. И, в принципе, наверное, такое самое яркое впечатление. Потому что это была игра довольно сложная. Мы проиграли. Но вот это такое яркое впечатление именно каком-то на спортивном уровне. Ну, и, безусловно, благодарна футболу за всех друзей. И не только из Латвии. И международных знакомых, которым всегда можно позвонить, там, в чем-то поделиться и до сих пор поддерживать отношения. Это, наверное, самое важное, если не говорить о футбольной составляющей. Я считаю, что вы легендарные личности. Вы начали этот женский футбол. Это, я думаю, очень трудная работа, на самом деле. Работать с женщинами. У них свои тараканы в голове бывают. Да, да. Но этот тренер знает, как с ними бороться. Как с ними бороться. Нет, я не знаю. Если человек думает, что он что-то знает, значит, он ничего не знает. Потому что невозможно все знать. Спасибо еще раз, Юрий. Без вашей проделанной работы этого всего бы не было. Я думаю, что многие в женском футболе вам благодарны. Вы начали этот, на этот путь. Мы будем его продолжать. Большое вам спасибо. Я знаю, что есть энтузиасты и теперь. И раньше, конечно, мы были безумные такие. Не только я, много было таких. Но трудно было сперва. Сперва уже, как я, значит, говорил. Объяснять зрителям, что этот спорт, это не будут кривые ноги и так далее, и так далее. Да, хорошо, спасибо. Без кривых ног в спорте, в женском футболе. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Настя. Спасибо вам большое. До встречи. Подписывайтесь на канал. Бэтсейв Прибалтика. Да. Вот таким был первый выпуск шоу «Под каблуком» на канале Бэтсейв Прибалтика. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Юля. Пока-пока. 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 Да.